МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рубрика «Корпоративные будни» – это хронология событий повседневной жизни цехов. Сегодня расскажем о замене трансформатора на одной из подстанций. 22-й кузнечный и 32-й плавильный трудятся в привычном режиме. Печи, прессы, станки и другое оборудование в полной мере получают электропитание. Несмотря на масштабную трансформаторную рокировку, которую производят специалисты 6-го и 50-го цехов. В нормальной схеме питание цехов 32-22 осуществляется от двух трансформаторов. С подстанции парковая 1, парковая 2. Но на период ремонта трансформаторов, либо же, в частности, замены, второй трансформатор может спокойно взять всю нагрузку на себя, и цеха будут работать, не ограничивая себя ни в чем. Один трансформатор, конечно, справится, но с двумя надежнее. Поэтому каждый из пары периодически сдает экзамены. В ходе последних испытаний один из трансформаторов не выдал нужных результатов. Его решили заменить, не дожидаясь аварийной ситуации. Для работ понадобилась спецтехника. Трансформатор весит около 60 тонн. Для его транспортировки был заказан кран по грузоподъемности 200 тонн. Пару к мощному крану, не менее мощный трал, чтобы перевести проблемный трансформатор на площадку, где он будет ожидать ремонта. А пока его место займет резервный агрегат с подстанции «Апрельская». На монтаж, подключение, проведение испытаний у специалистов чуть больше недели. Затем оборудование заступит на постоянную трудовую вахту. В минувшую пятницу, 15 декабря, корпоративная газета «Новатор» отметила юбилей. Издание исполнило 75 лет. Поздравить юбиляра пришли верные друзья и, конечно, не с пустыми руками. Оригинальные поздравления и самые яркие моменты праздника вы сможете увидеть прямо сейчас. Быть газетой для всех и для каждого задача не из простых. Неделя за неделей, вот уже 75 лет, в разных составах и форматах. Коллектив «Новатора» погружается в работу, порой забыв о себе и близких. Но вот очередной свежий номер сдан в типографию и можно немного передохнуть. В день 75-летнего юбилея журналисты в кои веки не гонялись за удачным кадром, а сами были в центре фотосессии. Встречали на пороге старых друзей, коллег и всех тех, с кем тесно переплетается издание газеты, уже давно вышедшей за рамки заводской многотиражки. Сегодня «Новаторцы» ни у кого не брали интервью, а в микрофоны спели сами песню военных корреспондентов, ставшую визитной карточкой редакции. Выпьем за победу и за свой «Новатор», а не доживем мы, дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. В честь юбилея газеты главный редактор Лариса Карасева вручала гостям дипломы в различных номинациях. В номинации «За каменной стеной» заслуженно победила директор по связям с общественностью и региональным проектом Марина Воронкова, в чьи заслуги входит формат и многоцветность современного «Новатора». У меня, во-первых, два есть поручения. Одно от генерального директора корпорации Михаила Викторовича Воеводина. Его поздравление в сегодняшней газете. Вы все его прочитаете. Там на самом деле признание заслуг «Новатора» и практически признание в любви «Новатора». Второе поручение у меня от Владислава Валентиновича Петюхина, который за ним мог. Мы всем желаем здоровья, но он очень просил всем кланяться, всех благодарить и сказал буквально следующее. Всяческих возможных благ, всяческих возможных побед, всяческих возможных творческих новых инициатив. Инициативу поздравлений перехватывали друг у друга гости юбилейного вечера. В числе первых слова взяла экс-главный редактор «Новатора» Галина Берстенева. К ней присоединились коллеги из телекомпании «Квант». и «Орбиты сервис». Последние, кстати, в 2018 году будут отмечать лишь 25-летие и очень уважают своего старшего корпоративного друга. Тепло поздравили друзья из профсоюза 32-го цеха, экс-главы города Константин Ильичев и Алексей Забродин. Победитель в редакционной номинации «Вашими молитвами» заместитель главного врача медсанчасти Тирус Владимир Емангулов в дополнение к подарку раздал гостям несколько упаковок препарата для лучшего пищеварения. Вечно юная и любопытная молодежка выведала все секреты корреспондентов. По секрету вам скажу, с генеральным я дружу. Я с ним езжу на рыбалку, за грибами в лес хожу. По секрету вам скажу, в музей в СМПО хожу. Потихоньку экспонаты из музея выносили. Картины, корзины с цветами и даже растяжки с фирменным логотипом принимала в подарок дорогая редакция. Поздравления прозвучали от городского интернет-портала в Салде, детской школы искусств, общественных деятелей и других замечательных друзей новатора, которым, к счастью, нет числа. Среди верных подписчиков, кстати, тоже. И они посвящают новатору частушки. Близь и слухи, и скандалы, и в газете не бывало. Актуальность, современность, вот новаторская ценность. Я люблю из всех газет, только лишь новатор. Он по жизни много лет, а мне как навигатор. Венцом подарков стал баннер с семейным портретом новаторцев от рекламно-выставочного отдела в СМПО. Именно семейным, ведь лучшие традиции и принципы качества газетной работы здесь передаются от поколения к поколению 75 лет, чтобы каждый новый номер рождался в творческой, дружеской и самой новаторской атмосфере. Открыта подписка на 2018 год на газету «Новатор». Будьте в курсе событий в цехах ВСМПО! Будьте в курсе изменений в федеральных и региональных законах. Будьте в курсе вести от власти. Будьте в курсе спортивных достижений наших земляков. Будьте в курсе интересов молодежи и ее полезных дел. Будьте в курсе новостей культуры и побед салдинцев на конкурсах и фестивалях. Будьте в курсе того, как решаются коммунальные проблемы и ремонтируется важный объект. Будьте в курсе добрых дел. Участвуйте в добрых делах. «Новатор» – это газета для всех и для каждого. Оформить подписку на газету «Новатор» на 2018 год можно в Доме книги с 8 до 18 часов, перерыв с часу до двух. Ликотная подписка – 624 рубля. Полная стоимость – 780 рублей. Праздник к нам приходит, и заводчане ощущают его приближение каждый день по пути на работу. Заводские проходные обновились к Новому году. Новогоднее настроение царит и в кабинетах сотрудников ВСМПО. Заградительная лента меняет привычный маршрут движения заводчан. Монтаж праздничной иллюминации на центральной проходной ВСМПО – настоящая спецоперация. В ней задействованы две автовышки, иначе баннер с поздравлением не установить. Процесс тщательно подготовлен и спланирован, как и все на ВСМПО. На ревизию праздничных атрибутов, их ремонт и транспортировка уходит до пяти смен. А дальше – монтаж при любой погоде. Даже если минус 20, все равно надо украшать. Людям приносить праздник мы должны. Корпорация для этих целей обеспечивает рабочих теплой спецодеждой. Валенки выдаются, теплые перчатки. Заботятся о здоровье работников. В нынешнем году погода тоже не баловала. На термометре минус 6 на высоте и еще морознее. И если на двух других объектах восточной проходной и проходной площадки Б электромонтеры шестого цеха справились с монтажом украшений за один день, то на центральный объем задания в разы больше. Сегодняшняя работа заключалась в монтаже баннера на центральной проходной, прокладкой питающих проводов для гирлянд, которые будут смонтированы на колоннах, и питающий провод для гирлянд, которые будут установлены на елку повешены. Для лесных красавиц перед центральным входом задумывался новый наряд. В этом году нам покупают новые гирлянды, чтобы елочки покрасивее смотрелись. Как закупят, сразу повесим. Успеют ли закупить новые гирлянды или отремонтируют старые, которые вышли из строя из-за прошлогодних холодов, но елочки на центральной проходной также засверкают огнями. Украшая фасад завода управления, пришлось поломать голову и сотрудникам службы ремонтно-хозяйственного обеспечения. Зона ответственности завода управления – завода управления. Мы им помогаем. Мы просто обеспечиваем их источником питания, то есть подключаем их гирлянды к уличному освещению. Когда загорается уличное освещение, включается иллюминация входной группы новогодней. Иллюминация, раскрасившая заводские проходные разноцветными огнями, будет радовать сотрудников СМПО до 16 января, продляя приятные воспоминания о самом любимом празднике. Почетное место в заводу управления заняли сказочные персонажи, которые подмигивают и приветливо снимают шляпу перед каждым сотрудником корпорации. Предновогодье чувствуется в каждом кабинете. Сотрудницы отдела организационного развития каждый год в середине декабря достают из заветного сундучка один из 12 символов наступающего года. Он уже занял главенствующее место в офисе. А эти зимние аппликации и волшебных героев сказок сотрудницы мастерили вечерами, чтобы впустить праздник в рабочие будни. Да и если верить восточному календарю, собака любит трудолюбивых и упорных. Самый ответственный момент – украшение новогодней елки. Игрушки у нас раритетные, они перекочевали из нашей семьи. И также елочка перекочевала из нашей семьи сюда на работу. Когда бокалы вновь замкнутся и елка хитро подмигнет, вы не забудьте улыбнуться, чтобы быть счастливым круглый год. С наступлением нового года во все кабинеты сотрудников предприятия обязательно постучится удача, работоспособность и хорошее настроение. К Новому году обновилась экспозиция в музейно-выставочном центре ВСМПО. Там появились предметы новогоднего интерьера прошлого века. Открытки и фотографии 40-х годов рассказывают о том, как люди хотели радоваться празднику даже в суровое военное время. Старинные куранты уже пробили 12, и стрелки застыли на фарфоровом циферблате много лет назад. Аниме-свидетели событий первой половины прошлого века повествуют нам историю. Выставка в заводском музее традиционно обновляется к Новому году. В нынешней экспозиции есть образцы, представленные впервые. Возраст этих фотографий – это 30-х годов. Фотография совершенно еще мирной, размеренно живущей верхней солды. Это фотография танка снежного, сделанная школьниками, учащимися первой школы, тогда еще школы номер 13, которая находилась в здании реального училища. Сейчас это управление образованием. Вторая фотография городского катка. Очень удивительно, что расчищали вот так тщательно участок пруда, ограждали елочками молодыми. И молодые жители Верхней Салды, к сожалению, будущие участники Великой Отечественной войны, герои вот этого фотокадра. Фотокадра, сделанного в 37-м году. Спустя несколько лет молодые солдинцы будут писать на малую родину письма с фронта. Некоторые из тех посланий сегодня – часть экспозиции. На пожелтевших листках новогоднее пожелание солдат своим родным – дождаться любимых сыновей, братьев, мужей. Но многим так и не суждено было сбыться. Тематика почтовых карточек военных лет очевидна. В канун каждого Нового года желали друг другу победы в следующем. К Новому году преобразилась наша детская карета. Коляска из ивовых прутьев образца 40-х годов. Как она у нас преобразилась? Во-первых, наш Мишка Плюшевый одел бусы из стружки. Такой наряд приобрел он благодаря воспоминаниям бывших жительниц Верхней Салды. Тогда они были маленькие девочки, 5-6 лет, эвакуированные вместе с заводом, с родителями из Москвы в Верхнюю Салду. Таня Стоклицкая и Лена Циценко. Они вспоминают, что завод и родители оберегали их. И, конечно, пытались хоть чуть-чуть добавить детства вот в эту грустную военную Салду, отнятую войной. Что самым любимым лакомством в жизни было печенье, состряпанное на заводе с очень скупыми, редкими вкраплениями сахара. И за хорошо рассказанное стихотворение они получали бумажный пакет с этим печеньем, испеченным на заводе. Они вспоминали, что самым лучшим украшением своим в жизни они считают бусы, принесенные из завода, сделанные из алюминиевой стружки. А еще незатейливые елочные игрушки, сделанные стеклодолами в заводской лаборатории. Вот, пожалуй, и все нехитрое новогоднее убранство, которому могли радоваться дети военной эпохи. Послевоенные годы олицетворяет радиола, на которой проигрывается пластинка 50-х годов. Можно послушать подлинную запись танго «Брызги шампанского». На эти экспонаты невозможно смотреть равнодушно. В них чувствуется желание людей радоваться приближающемуся празднику, но эту радость омрачает страшная война. Выставку уже посетили ученики некоторых салвинских школ, а также гости корпораций ВСМ Пуависма, в том числе иностранные делегации. Узнать чуть больше об истории города и завода можно в январе и начале февраля 2018 года. Ну а первый тур корпоративного конкурса «Давай раскрасим вместе мир» уже завершен, и далее мы готовы подвести его итоги. Всем здравствуйте! Меня зовут Пеницелин. Впервые меня открыли в США, а потом уже в СССР. Изначально я был никому не нужен. Но вот в 1942 году мной заинтересовались и разработали вновь. Это была Зинаида Виссарионовна Ермольева. Мини-сочинение – обязательный компонент теста интеллектуального тура корпоративного конкурса «Давай раскрасим вместе мир». Вместе с Лизой Пряничниковой, которая поведала организаторам историю создания пенициллина, ребята написали множество эссе, рассказов и сказок. «Восторожная группа от 11 до 13 лет, и запомнилась сочинение Даши Долматовой из 14-й школы. Она пишет о том, как они с подругой Алисой Селезневой отправились на планету маленького принца, чтобы его проведать. По пути они встретили лунтика, который с луны помахал им рукой, остановились на планете дедушки Угрюма, чтобы пополнить запасы провизии, где космические воришки Весельчак У и Крыса украли у них двигатель корабля. Но нашим героям смогла помочь Мэри Поппинс, которая из своего зонтика достала двигатель и подарила». В течение недели сотрудникам отдела коммуникации в СМПО предстоит оценить детские сочинения, исправить ответы ребят и подвести итоги интеллектуального тура конкурса. «Закончился прием работы в конкурсе «Давай раскрасим вместе мир». В этом году результаты значительно скромнее в интеллектуальном туре. В прошлом году, если приняло участие 900 человек, то в этом всего лишь 467. Сейчас мы подводим итоги и 26 декабря будут объявлены результаты». Официальные итоги первого этапа конкурса будут подведены и опубликованы на сайте titan.ru. Чтобы стать участником творческого тура, конкурсантам необходимо набрать не менее 10 баллов. Эскизы будущих работ можно проработать уже сейчас. Старт к творческому этапу конкурса будет дан 1 февраля 2018 года. «Помочь школьникам определиться с будущей профессией. Такую цель поставили организаторы конференции «Профессии нашего города». Семинар по профориентированию принимала школа номер 14». «Кем быть?» найти ответ на этот вопрос школьникам в возрасте 13 лет решили помочь сотрудники детско-юношеского центра. Они организовали конференцию «Профессии нашего города». Конференция «Профессии нашего города» является отправной точкой для долгосрочного проекта профориентации наших обучающихся. В сегодняшней конференции примут участие обучающиеся всех школ Верхней Сауды с 7 по 9 класс. Гости у нас очень серьезные приглашенные, представители ВСМПО, администрации, здравоохранения, медицины, образования. Правильный выбор профессии – важная составляющая успешного будущего. Мода на менеджеров, юристов и финансистов для некоторых может закончиться плачевно, то есть отсутствием работы по специальности. Получение невостребованной квалификации делает человека неинтересным на рынке труда. Некоторые профессии уходят в прошлое, появляется много новых. Но такие профессии, как строитель, проектировщик или исследователь, всегда будут на пике моды. У салдинских детей есть уникальная возможность попробовать себя в разных специальностях еще со школьной скамьи. Основная задача, чтобы наша молодежь осталась в нашем городе и действительно поняла, что город Верхняя Сауда – это город молодых. И здесь все делается для того, чтобы жизнь людей стала более интересной и веселой. На конференции профессии нашего города ребята смогли задать волнующие вопросы и уточнить все нюансы, связанные с профессиями выступающих. И в продолжение темы узнаем, что такое профессиограмма. А так называется серия игр, которая проходит для школьников при поддержке корпорации ВСМПО «Ависма». Ученики восьмых и девятых классов отвечали на вопросы о профессиях, опираясь только на свои знания. Причем спрос на игру был такой, что организаторам пришлось проводить отбор участников. Профессиография – профессиональная игра, задача которой – заинтересовать школьников в специальности устаночник или оператора станков с числовым программным управлением. Первыми попробовали свои силы девятиклассники и учащиеся восьмых классов школ города. Здесь у ребят есть возможность проявить свое нестандартное мышление, проявить творчество, проявить сплоченность коллектива, класса, группы. Если мы говорим о сборных командах, допустим, восьмых классов или девятых, то есть показать себя как будущих, наверное, производственников людей, которые будут трудиться на благо корпорации. Каждая команда, а были они из школ номер 1, 9 и 14, придумала себе название – «Пушкинский пророк», «Изобретатель» и «Боинг-14». Ребятам предстояло показать свои знания в области математики, геометрии, физики в 12 вопросных раундах. Я считаю, что это очень интересно, очень познавательно и самое главное, оно дает понять, сколько ты знаешь и какие у тебя есть возможности. Такие профессии востребованы и они хорошо оплачиваемы, почему бы и нет. Я понял в дальнейшем остаться в городе, потому что все-таки тут спокойнее и тут и так есть работа, зачем куда-то уезжать. Методом мозгового штурма ребята оперативно искали ответы на вопросы, но было заметно, что уход от привычного тестирования с готовыми ответами воспринимается учениками тяжелее. Игра связана с этой профессией «Станочник», там вопросы такие, ну как, профильные? Да, то есть это отвечать надо, но это все быстро главное делать, то есть там нельзя, никаких вариантов ответов тебе не дают, ты должен сам найти, знать варианты ответов и написать их или сказать их. Несмотря на сложность вопросов, участники продемонстрировали хорошие знания, а победила команда «Пушкинский пророк». Этот коллектив отличился составом, из пяти участников три девушки. Прекрасная половина доказала, профессия «Станочник» им по плечу. В следующем году планируется продолжение игры по другим специальностям, востребованным в корпорации ВСМПО «Ависма». На ВСМПО завершаются плановые профилактические осмотры. По итогам осенних месяцев поликлинику посетили около трех тысяч человек, но полностью здоровых среди них оказалось всего 8,8%. Это при том, что средний показатель состояния здоровья среди работников промышленных предприятий Свердловской области составляет 10%. Самым здоровым оказался цех номер 40. У 17% его сотрудников не выявлено никаких отклонений по здоровью. А лидерами по заболеваемости стали цехи 65, 5, 1 и 41. Полностью здоровых работников в этих цехах всего 6%. В ходе осеннего профосмотра у работников предприятия было обнаружено впервые 231 заболевание. Наиболее показательными из них можно считать два случая туберкулеза, выявленных на флюорографии, а также четыре онкологических заболевания на ранних стадиях. Электрокардиограмма помогла диагностировать у трех человек серьезные нарушения сердечного ритма. По результатам проведенного в сентябре, октябре и ноябре профилактического осмотра, больше всего выявлены заболеваний органов зрения – близорукость и дальнозоркость. На втором месте – патологии костно-мышечной системы, на третьем – сердечно-сосудистая патология. Напомним, что в корпорации действует положение, согласно которому сотрудника, не прошедшего плановый медицинский осмотр, могут не допустить к работе. Но неограничительные меры работодателя, который действует в соответствии с трудовым кодексом, а чувство ответственности за свое здоровье, должно быть главным мотивирующим фактором, чтобы хотя бы раз в год посетить поликлинику. Новогодний подарок из рук исполняющего обязанности главы администрации городского округа Михаила Савченко получили две салдинские семьи. 13 декабря они стали обладателями сертификатов на региональную выплату для улучшения жилищных условий. Сотрудник полиции Андрей Кашин и его супруга Елена, работник ВСМПО, стали участниками программы обеспечения жильем молодых семей пять лет назад. И в канун нового 2018 года чудо случилось. Получается, мы поженили в сале в 2012 году, у нас родился ребенок, мы купили дом в 2014 году подоплодеку. И вот в 2017 году нам позвонили, сказали, обрадовали, что на получение сертификата надо прийти в администрацию города Верхняя Савдан. Областная программа, в рамках которой молодые семьи Свердловской области могут получить субсидию на покупку жилья, начала работать в 2013 году. Участие в ней может быть выгодно тем, кто уже включен в программу «Жилье для молодой семьи», но кому за время ожидания уже исполнилось 35 лет. Стоит отметить, что по областному сертификату можно погасить 20% от стоимости жилья, в то время как участники основной программы получают субсидию в размере 40%. Разница очевидна, но и полученному сертификату семья Кашиных рада. С его помощью они погасят часть ипотеки. В целом, размер субсидий по сертификатам для двух солдинских семей составил 133 700 рублей областных средств и 886 тысяч рублей из местного бюджета. Муниципальный контракт на 7 миллионов рублей на благоустройство парковой территории заключила городская администрация в октябре. Реконструкция началась, и генеральный подрядчик Екатеринбургская фирма «Капиталстрой» взял на себя повышенное обязательство закончить работу к Новому году. По периметру парка уже возведено 200 метров нового фундамента. На нем установлены столбы из профилированной трубы, на которых закрепляют решетки. Эскиз ограждения с элементами, схожими с цветками липы, разработал дизайнер цеха 65 в СМПО Олег Двичков. Напомним, липа – символ нашего города. Для долговечности металлоконструкцию предварительно подвергли пескоструйной обработке, порошковой покраске и антикоррозионному покрытию. На объекте трудится бригада из 14 человек. Работу не останавливают даже в минус 15. Объект курирует служба городского хозяйства. Мы следим за развитием событий, а вы следите за нашими выпусками. Будьте в курсе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин